всем привет сегодняшнем видео поговорим по поводу экспозиции фактически 3d и что нам для этого необходимо у нас будет несколько выкладок теоретических одно видео одна сцена и соответственно один метод по поводу установки экспозиции то есть нам необходимо для начала разобраться что такое полный контраст для этого у нас есть градиент и соответственно если у нас черный это ноль скажем белый это единица то соответственно все градации от 0 до 1 у нас составляют полный контраст если мы принимаем черный за ноль белый за 255 то есть в обычном аржибе пространстве то соответственно у нас получается то же самое то есть черного до белого у нас идет растяжка то есть градиент это у нас полный контраст то есть получается мы видим и черный и серый и белый фактически дальше у нас есть для тех кто увлекается фотографии кто занимается фотографией для них эта информация не нова то есть фактически они я уже знаю ну на всякий случай скажем озвучим у нас есть таблица экспозиционных чисел экспозиционных значений то есть при и со равном 100 и со это у нас светочувствительность пленки раньше была теперь матрица при светочувствительности матрицы равной и со 100 у нас здесь есть время за которое все попадает на матрицу и на пленку и соответственно диафрагма то есть вот эти внутренние данные эти значения это экспозиционные числа то есть получается предположим при и со 100 и времени одну секунду при диафрагме один мы получим белый чисто белый цвет но при и со 100 времени одной четырехтысячной и диафрагме 64 мы получим черный цвет то есть фактически здесь вот 0 это у нас белый и соответственно 24 черный в этой таблице 24 максимум есть таблица меньше и стаблица больше есть таблицы по 1 8000 то есть как бы их много есть таблицы где десятка идет посредине здесь у нас идет 11 фактически 11 12 здесь как раз то есть таблица разные но в цифрах нужно ориентироваться таким образом что нулевое значение это чисто белый 24 скажем по этой таблице чисто черный и скажем 11 например это серый то есть белый серый и черный дальше у нас идет что такое стопы то есть здесь нужно понимать еще разницу между стопами то есть стоп это разница в два раза фактически то есть разница между чем предположим разница между исо или выдержкой то есть вот здесь у нас дана выдержка то есть 1 500 1 тысячная между одной пятисотой одной тысячной один стоп между одной тысячной и двухтысячной один стоп ну и соответственно 2000 4000 тоже один стоп дальше нас пол стопа идет то есть если здесь было тысяча две и внутри полторы то есть две тысячи четыре и три и соответственно одна треть стопа то есть если изначально у нас было вот две да то соответственно мы здесь получаем три части то есть здесь мы получаем одну часть здесь две части здесь три то есть фактически мы можем очень тонко управлять светом но рекомендую для начала следующую таблицу здесь даны скажем три параметра у которых разница между значениями равна один стоп то есть лучше тренироваться на одном стопе то есть начать тренировку скажем и понимание свое с одного стопа здесь что у нас дано то есть у нас диафрагма дана ряд идет один и четыре два два и восемь четыре пять шесть восемь один от 16 22 32 то есть это светло это темно то есть это нас убавляя белый это нас убавляя черный где-то здесь у нас все серые есть дальше нас то есть это диафрагма дальше нас идет выдержка то есть соответственно выдержка у нас где-то на секунда дальше 1 2 4 8 это стандартные ряды то есть это стандартный ряд по диафрагме стандартный ряд по выдержке и стандартный ряд по и со то есть фактически у нас и со например 50 100 200 400 800 то есть их вполне легко запомнить запомнить они не очень сложно и со самое простое скажем дальше идет выдержка и потом дальше у нас идет непосредственно диафрагма кому как удобно в общем запоминаем то есть фактически если возвращаться обратно у нас есть градиент от черного до белого и серый да у нас есть экспозиционная таблица для наших скажем манипуляции действий у нас есть понимание что такое полный стоп что такое пол стопа и что 1 3 стопа дальше у нас есть набор выдержек я вот эти файлы все приложу в описании к видео вот на них можно будет смотреть то есть я сделаю набор файлов и подпишу что что и что какие таблицы чтобы они под рукой были и дальше у нас есть как бы набор коротких таблиц и всех вариантов у нас есть и дальше нам необходимо посмотреть скажем такое видео это коротенький кусочек специально здесь подобран я просто сначала покажу потом озвучу что у нас в этом случае получается это известный фотограф питер коллсон и соответственно его видео с ним то есть сначала посмотрим что происходит на видео то есть фактически у нас здесь на видео получается такая ситуация то есть я где-то здесь остановлюсь в первом случае фотограф делает снимок черной карты то есть наводится до ставит экспозицию ноль и делает фотографии то есть фактически грубо говоря на автомате дальше берет фотографию белую карту тоже почти на томате будем считать так и далее скажем показывать что мы не если мы снимем черную карту и белую карту то на экране фотоаппарата мы не сможем их отличить потому что они обе будут серые то есть нам как раз вот для экспозиции и для установки экспозиции в 3d необходимо три варианта то есть нам нужен черный серый и белый то есть фактически скажем мы себе установим три параметра черный это 0 серый это 128 белый это 255 фактически идем дальше здесь скажем у меня есть такой файлик ну может быть он не в том месте будет но скажем перейдем к нему то есть здесь вот есть группа iso диафрагма выдержка и экспозиционное значение то есть я включу вот пока этот слой то есть у меня здесь и сон и соответственно идет из 150 100 200 400 800 1600 3200 между ними шаг в один стоп то есть от 50 до 100 один стоп от 100 до 200 один стоп еще один еще один еще один еще один и соответственно теперь смотрим здесь время за которое все это дело скажем рендерилась то есть включаем пока первую то есть и со 50 у нас вот такой вариант то есть картинка вот такой вот яркости рендерилась 40 секунд дальше идем и со 100 то есть разница между вот этими вот этим два раза то есть один стоп то есть картинка почти столько же рендерилась дальше и со 200 яркость увеличивается то есть время начинает увеличиваться следующий вариант это у нас iso 400 мест на время тоже увеличивается следующий вариант это у нас iso 800 и соответственно следующий вариант из от 1600 и iso 3200 то есть я здесь черный не учитывал скажем нужно было сделать от черного до белого то есть количество кадров было бы больше но скажем этого вполне достаточно чтобы понять то есть вот это iso увеличение iso вызывает собой скажем осветление картинки то есть увеличение яркости изображения и соответственно увеличение количество времени за какое картинка будет сделано то есть этот параметр у нас iso и между опять же повторюсь между каждым значением вот здесь между двумя вот этими значениями один стоп то есть получается у нас если идти от 50 и считать то есть 100 это один шаг один стоп 200 это 2 400 это 3 800 это 4 1600 это 5 и соответственно 3200 это 6 6 топов нам в сумме дает 100 ты то есть от 50 до 3200 разница 36 то есть я разница по яркости в 36 раз то есть между 50 и 100 это в 2 то есть один стоп получается между 50 и 200 это 2 то есть четыре раза между 50 и 400 это 9 раз между 50 и 8 на это получается 4 это 16 раз между 50 и 600 это у нас 5 то есть 25 раз 50 и 1200 6 то есть 36 раз 50 до 1200 у нас 36 раз увеличилась яркость и соответственно вот она стала у нас картинка почти белой то есть по факту это у нас iso и смотрим на картинка была 40 секунд там 4 45 ну как бы рядом стоят они не сильно не очень сильно они отличаются по яркости дальше 41 и 7 а вот следующий уже начинается скачок то есть со середины 45 54 одна минута до 16 из почти там вырубая в два раза то есть это iso соответственно я вот это уже пока закрою но нам не нужно следующее нас получается диафрагма здесь как бы ситуация точно такая ничего сложного здесь нет диафрагма в нас была стандартный ряд 8 5 и 6 4 2 и 8 2 1 4 1 здесь вот таблицах то есть 8 5 и 6 4 2 и 8 2 1 и 4 единицы я брал дополнительно то есть немножечко сдвиг был то есть вот они у нас есть здесь тоже время естественно включая первая темная рендерилась тоже 40 секунд скажем чуть меньше вторая 40 соответственно один стоп между ними увеличение увеличение яркости в два раза ну или то есть если от темной к светлое эти увеличение если от светлых темное уменьшение соответственно следующие у нас идет 42 секунды дальше 46 то есть время растет чем светлее картинка вера этим она не считается то есть 54 секунды соответственно 1 минута 1 минута 16 то есть то же самое то есть и здесь тоже 36 раз то есть мы считаем от 8 до 5 и 6 следующий 1 стоп 4 2 стопа 2 и 8 3 стопа 2 это 4 стопа 1 и 4 это 5 и соответственно единица это 6 6 стопов значит 36 раз то есть квадрат то есть вот это можно закрыть и смотрим опять же картинка по яркости растет и по времени тоже растет то есть на этом нужно всегда акцентировать внимание то есть следующее было по выдержке то есть опять же разница между соседними значениями у нас получается один стоп соответственно здесь между 1 125 1 2 6 стопов то есть 36 раз соответственно опять же смотрим то есть первая картинка была почти 40 секунд 2 42 дальше у нас там но здесь 41 неизвестно по какой причине то есть здесь как раз вопросов над пойди должна была быть 43 дальше вот 44 и далее уже у нас идет подъем то есть 50 соответственно минута и больше минуты то есть такая же ситуация можно закрыть это следующее у нас экспозиционное число здесь тоже но я начал скажем с 14 то есть экспозиционное число 14 можно посмотреть если мы возьмем нашу таблицу найдем который у нас отвечает за экспозиционное число то есть фактически она у нас должна быть вот она то есть 14 да вот она 14 и здесь вот эти вот значения которые относятся к 14 фактически то есть там например у меня было из со 50 то есть я снизил немножечко если не и со 100 и со 50 и соответственно двигался дальше то есть смотрим темная картинка посчиталась за 40 секунд как предыдущих случаях во всех дальше тоже 40 тоже 40 то есть темные картинки все считаются почти за одно и то же время и соответственно вот вот эта часть у нас почти 40 секунд составляет дальше у нас немножко идет скачок по времени и соответственно следующие светлые у нас идет уже большой довольно таки скачет и опять же между вот этим и вот этим тоже шесть стопов и соответственно 36 раз то есть 13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 8 6 таким образом и соответственно время как увеличилось то есть это было скажем для понимания каким образом экспозиция влияет то есть образом и со влияет выдержка диафрагма и соответственно экспозиционное число влияет на яркость картинки и на время здесь единственное у нас вероя нет такой возможности скажем как привязать диафрагму к автофокусу то есть чтобы у нас еще и глубина резкости работала ну это уже скажем такое оставим разработчикам то есть фактически мы немножечко по вот этим таблицам пробежались у нас какое-то понимание есть то есть таблицы можно смотреть с таблицами можно работать соответственно из видео мы скажем знаем что если мы делаем черную карточку и делаем белую то в итоге мы если нам просто показать две карты с фотографированным мы мы не поймем какая из них черная какая из них белая потому что фотоаппарат все усредняет до скажем серого фактически до 18 процентов серого но мы в 3d поступим другим способом мы установим 128 то есть 50 процентов серого как точку отсчета то есть я вот это все сохранил архивом приложу с этим нужно будет познакомиться все разобраться для себя скажем вот посмотреть вот эти все файлы перебрать вот эти все значения то есть теперь непосредственно перейдем время то есть для чего это вообще как бы вся теория нужна была и как с ней работать что в этом случае нам понадобится то есть у меня здесь есть такой файл приготовленный в нем есть но я обычно все тестирую на шейдер болах на канале можно найти видео про шейдер болы в котором дана ссылка на 12 шейдер болом на выбор можно скачать любой и соответственно экспериментировать то есть я здесь шейдер бол прикладывать не буду то есть у меня есть слой циклорама то есть и парам и это такое такое вот такой объект который у нас не имеет острого угла то есть он сглаженный этот угол это обычно фотостудия делается с на выглядит он таким образом обычный стандарт ничего здесь сложного нет то есть я обычно делаю куб отрываю от него почти все грани то есть верхнюю боковые две отрываю оставляя только задние и нижние потом между ними делают просто стругление переход то есть фактически есть вот такая штука и соответственно есть шейдер бол то есть он вот такой если его выделить то есть мы выделяем только единственное если выделять его ссылаться бэр и смотрим по анализам что на себя представляет из баундин бокс кер и соответственно у нас по высоте 500 миллиметров то есть 50 сантиметров если тыс на 300 63 347 то есть нам единственно узнать высоту то есть высота у нас 50 сантиметров практически то есть 500 миллиметров вот он у нас есть дальше скажем я вот здесь оименование вида у меня уже приготовлена то есть я беру камера 105 миллиметров то есть обычные макрообъектива nikon 105 миллиметров и отравниваясь каким-то образом то есть выбирая ракурс такой который мне необходим то есть данный момент у нас фактически все есть и мы можем спокойно зайти в настройки нашего игры и посмотреть такую ситуацию я это все сброшу в ноль то здесь материалов нет источников света здесь нет здесь вот солнце если она отключена соответственно ground plane не нужен здесь рендер элементов нет вот здесь у нас текстура она вложена в бэкграунд то есть в данном случае я все выключаю то есть мне вот эта текстура она не нужна мы первый кадр скажем можем сделать таким какой вот все есть без материала без ничего фактически я и прогрессив режим выключу единственное включу здесь quality то есть качество чуть повыше поставлю но обычно я оставляю почти такое только как бы большинство людей шум убирают на своих работах то есть ставят положим 0 5 вот таким вот образом я шум наоборот добавляю для меня шум не критичен и соответственно шум придает некой живости картинки поэтому я обычно использую либо 0 1 либо 0 2 ну то есть от 0 1 до 0 25 приблизительно такого плана то есть в данном случае я поставлю на 15 мне этого хватит здесь минимальность объема оставляя 1 максимально 18 вот здесь поставлю 36 то есть я обычно шейдинг рейд ставлю раза больше чем макс облиц то есть вот таким образом и дальше в global illumination я поставлю и радиансма то есть переставлю вот как она есть так оставляю обычно но практически я вот здесь меняю на 80-30 остальное оставляю здесь можно только вот эта часть изменить то есть мне здесь больше ничего не надо и посмотрим параметры камеры то есть здесь стоит у нас что диафрагма 8 соответственно леса у нас стоит 625 и шаттер спит 1 сотая и если мы перейдем вот сюда в раздел камера то мы смотрим 10 то есть фактически если мы вернемся вот к этой нашей таблице вот этой и найдем вот эту десятку то у нас iso идет у нас там не 100 а 625 фактически у нас вот в этом месте получается мы за счет iso получаем вот эту десятку то есть у нас данные вот они не совпадают чтобы они совпали нам нужно поставить iso 100 по таблице и теперь под скажем подбирать под то есть если у нас iso 100 и диафрагма 8 мы можем пойти и посмотреть то есть если у нас диафрагма вот 8 да и соответственно iso 100 значит нам необходимо на десятки найти вот 15 15 значит мы по идее вот сюда должны поставить 1 15 вот таким вот образом мы получим наших 10 то есть вот они 10 не те 10 которые стоят от производителя скажем так а те 10 которые мы знаем из таблицы то есть вот она 10 то есть фактически возвращаемся еще раз если мы поставили iso 100 диафрагму 8 и 1 15 то мы получили 10 то есть вот находим их набор вот он диафрагма да и спускаемся до десятки соответственно время 1 15 а iso 100 мы здесь не учитаем фактически то есть мы вот таким вот образом нашли нашу какую-то экспозицию то есть 10 она стояла 10 по умолчанию то есть если мы предположим я уже менять не буду то есть она здесь стояла iso 625 а 8 1 сотая и это составляло тоже 10 то есть фактически экспозиция при разных значениях может быть одна и то есть и вот в данном случае мы можем просто запустить просчет и посмотреть что у нас получается то есть эта сцена у нас скажем пустая она без материала она без ничего она соответственно у нас вот такая вот как есть то есть фон и соответственно у нас какой-то вот объект здесь установлен я в данном случае получается вот где рендер output то есть я установлю рамки кадра и поставлю портретный режим то есть вот здесь поставлю 800 пускай будет и сделаю еще раз предпросчет то есть вот таким вот образом мы получаем вот что-то скажем для начала то есть мы посмотрели как это все выглядит при вот этих настройках которые мы установили и еще одна ситуация такая то есть я сейчас временно это все пока поставлю на 10 то смотрим если мы меняем экспозиционное число я ставил 14 то есть у меня вот и со 5 до если оставлю 13 у меня повышается только и со то есть ставлю 12 11 то есть остальные параметры не трогает программа поэтому фактически мы можем управлять либо отсюда то есть поднимать и со что у нас яркость была либо отсюда то есть мы будем одно и то же делать то есть другие параметры она не берет то есть вот 10 и соответственно мы можем спокойно здесь поставить и со 100 но она немножечко снижает 9 и 9 но будем считать что это 10 то есть вот мы получили вот такую ситуацию то есть exposure value управляет значением и со то есть она его поднимает либо опускает и здесь такая вещь как минимальная минус 15 максимальная плюс 25 то есть если мы ставим 25 то мы получаем яркую картинку если мы ставим скажем в минус то мы получаем темная картинка здесь вот такая вот ситуация то есть наоборот вот здесь 25 если stalker будет kim но вот мы можем даже проверить то есть по идее мы должны получить черный снимок лактически ну то есть я долго его делать не буду и естественно это нас 25 то есть это у нас максимально 25 то есть это темный минимальная минус 15 вы по идее должны получить белую картинку то есть вот она белая тоже не рассчитывать не буду то есть 25 это черный минус 15 это белый фактически ну у нас установлено 10 то есть опять же возвращаясь там 10 вернее здесь 100 и свои получаем еще раз вот такую вот картинку здесь непонятно в ней скажем пока ничего то есть правильная здесь экспозиция сбалансирована не сбалансирована но обычно слово правильно как бы это личное предпочтение не люблю использовать сбалансированная экспозиция правильно здесь никто не знает то есть фактически если мы перейдем вот в эту таблицу здесь все правильные экспозиции на какую из них выбрать тоже как бы иногда бывает неясно ну кто фотоделом занимается тут знает а кто не занимается тем конечно сложнее то есть соответственно вот у нас есть такой момент дальше то есть что в этом случае я скажем предлагаю сделать я вот в этот файлик здесь на слоях это все есть виду скажем три таких момента то есть белую карту серую карты черная карта и немножечко хотелось бы конечно вот это центрировать чтобы эти карты входили в кадр то есть поставим вот приблизительно вот таким вот образом и проверим то есть у нас нигде материалов нет то есть у нас все стандартно вот они три карты наши появились то есть у нас в сцене есть объекты вот они все белая серая черная и соответственно есть у нас шейбербол и поверхность наша в данном случае что предлагается сделать для начала то есть идем материала создаем первый материал называем его предположим white карт то есть это белая я здесь белый чисто ставить не буду я поставлю немножко меньше то есть я здесь поставлю его 0 0 96 это у нас 245 по трем каналу то есть не белый а на 10 пунктов меньше чем белый то есть вот таким вот образом оставлю и дальше пробуем здесь эти моменты наши учитывать то есть вот этот материал я применяю верхний дублирую этот материал убитой только здесь поменяем название поставим грей то есть нам необходимо сделать серую грей карт у нас соответственно будет яркость здесь 28 вот в этом случае 128 128 но здесь вот этот хвостик он конечно такой не нужный но фактически по rgb это 128 то есть она у нас серая мы это прекрасно понимаем потому что это серединка то есть применяем и соответственно предположим дублируем его и ставим это black card то есть вот это у нас будет black card то есть его применяем сюда мы здесь я поставлю не полностью 0 я поставлю здесь 10 10 10 то есть я в данном случае у черного взял запасом 10 единиц и у белого взял запас тоже 10 единиц то есть минимальное значение 10 максимальное 245 вот таким вот образом и соответственно возьму его применю то есть я пытаюсь данный момент сделать просчет что у меня в этом случае получится то есть фактически мы уже видим такую ситуацию что у нас скажем материалы есть только на трех вот этих картах то есть нас материала в сцене нет они есть только на трех вот этих картах и теперь здесь есть вот такая кнопочка show pixel information то есть если мы ее включим у нас здесь будут отображаться пиксели то есть если мы вводим левой то есть не левой кнопкой правой вводим по изображению и в каждой точке увидим пиксель и соответственно его яркость проверяем нижнюю три мы заказывали 10 фактически мы ставили 10 проверяем здесь 78 мы заказывали 128 проверяем вот эту 154 мы заказывали 245 то есть какой большой разлет по скажем разницы дальше берем выделяем вот эту часть среднюю вот эту и я пока вот это все немножечко вот таким вот образом рассортирую чтобы она все осталось на экране и было видно сидим сюда у нас стандартное значение которое мы смотрели по экспозиционной таблице составляют выдержка до 15 диафрагма 8 и соответственно и со 100 я поднимаю весов два раза представлю 200 нажимаем делаем просчет только вот этого варианта то есть смотрим у нас серый стал 108 то есть еще не хватает соответственно станет 400 то есть еще я иду по одному стопу то есть получается если 100 было следующий стоп это 200 и соответственно следующий стоп это 400 то есть я поднял экспозицию на два стопа фактически делаем еще раз просчет смотрим что у нас здесь 150 это много то есть как бы мы переборщили на сером спускаемся ставим 350 вот здесь и пробуем еще раз то есть проверяем 141 тоже много поставим положим 320 и сделаем еще просчет то есть нам нужен только этот квадратик вот 135 мы уже фактически приближаемся к тому что нам надо ставим 300 то есть вот здесь поставим 300 сделаем предпросчет и смотрим даже 300 много можно поставить 280 вот таким образом попробуем еще раз то есть 127 значит мы поставим 290 чтобы быть вообще точным если мы попадем то есть вот 129 ну уж 285 вот так то есть вот здесь 128 128 129 ну там могут бы ну 128 то есть мы в серый попали то есть мы отравняли серый по той скажем карте вот этой которая у нас есть по вот этой стандартной карте которая поставляется с вернее мы отравняли экспозицию по серой карте то есть мы попадаем 128 то есть по идее у нас вот это должна быть черная вот это должна быть белой попробуем снять выделение и попробуем сделать просчет то есть у нас получается 1 идет предпросчет то есть вы прощупывает сцену на геометрию на все то что ему необходимо и соответственно дальше он после того как прощупал делает рынок то есть смотрим 128 есть дальше 10 мы заказывали 10 то есть 9 10 10 и соответственно мы заказывали 245 то есть фактически мы получили правильную экспозицию для вот этой карты вот для вот этой которая у нас есть стандартная вот есть нас три варианта материалов и соответственно первый кадр у нас получился у нас есть здесь пересветы то есть какой пересветы это у нас второй значок force of a clinton то есть отсечка но у нас материалов нет то есть у нас материалы здесь здесь и здесь оставшимся случае нас материалов нет то есть играет даже не знает что это и соответственно он применяет ну то есть он не применяет материал вот этим объектом их нет мы можем опять же сделать такую штуку то есть мы на наш он сделаем просто great можно написать здесь grey background то есть вот таким образом и на нашу циклораму применить вот этот материал и поставить здесь опять же но здесь стоит 129 то есть можно поставить сразу 05 это будет 28 то есть мы можем применить его сюда вот так и временно эту циклораму свой за залочим то есть чтобы она нам не мешало и дальше у нас здесь если мы выберем наши вербу мы можем создать вот такой материал то есть я напишу его название оверрайт вот так и назначу его на наш шейдер болт но зайду вот в диффуз поставлю карту здесь палов то есть вот такую и соответственно здесь максимальное значение укажу 096 то есть 245 я белый ставить не буду а вот здесь поставим 07 например то есть 180 ну и здесь 071 и то даже не 71 а вот так тогда 180 ну то есть и у меня получается спад от светлого до тем чуть чуть темнее либо от темного до светлого ну то есть как то считает здесь как бы такой момент и соответственно назначаем apply делаем предпросчет с материалы у нас уже есть соответственно поскольку мы на фон назначали материал который на 128 на предпросчете иногда цифры врут то есть нужно дождаться скажем того момента когда пройдет предпросчет и когда уже начнется именно просчет картинки финальной скажем то есть вот мы получили вот такую ситуацию здесь 19 проверяем вот здесь то есть 98 то есть у нас в этом случае нехватка опять же идем на эту серую карту почему у нас произошла просадка потому что носить он потемнел фактически и глобальное переотражение свет у нас стало меньше поэтому нам необходимо скорректировать то есть поставим 3 мы я поставлю 400 в данном случае подниму до 400 и сделаю предпросчет вот здесь только серого то есть 115 значит необходимо еще поднять поставим 500 сделаем во первых это быстро 828 то есть получается у нас было 285 стало 500 то есть будем считать что между 250 и 501 стоп но грубо говоря вот теперь если мы снимем вот эту отметку и сделаем еще раз предпросчет ну то есть уже просчет фактически то в итоге мы получим вот такой вот результат то есть мы любую сцену можем корректировать непосредственно вот этой серой картой если мы в серый попали то у нас будет и белый правильно отображаться и черный но иногда бывают такие моменты когда мы видим ну немножко пересвет скажем то есть в этом случае у нас есть пересвет то есть смотрим вот он у нас пересвет и тогда мы включаем вот эту часть и вот здесь есть разделы с позже если ее включить все у нас остается также нам этот раздел позволяет немножечко скомпенсировать наши вот эти вылеты то есть я тяну это чуть-чуть назад таким вот образом то есть мне скажем программа говорит о том что мне нужно на пол стопа скорректировать экспозицию здесь я как бы корректировать ее не могу то есть я верну ее на место и посмотрю вот здесь на 245 как я просил на одно значение отличается здесь 28 здесь 9 то есть можно сказать правильно то есть это нам говорит о чем то есть мы вот когда создаем материал белые не должны вообще ставить я вот здесь снижу до 0 9 то есть будет 230 и попробую сделать еще раз то есть тот же самый просчет можно какую-то только единственная когда это все скажем делать надо смотреть то есть вот уже даже 230 у меня яркость вот пересветы вот эти ушли то есть дальше можно не делать можно поставить меньше то есть поставить 085 то есть у нас 220 верхнее значение и 180 попробуем еще раз делать то есть вот у нас наши но белый у нас остается вот белым здесь оптически и вот эти пересветы то есть здесь у нас белый 245 максимально а здесь у нас пересветы 255 выше то есть верой не стоит использовать чисто белый цвет и даже вот если поставить положим 075 вот таким образом то следующий просчет у нас должен быть без вот этих всех моментов то есть мы светом вот эти части пересвеченные вытягиваем но у нас вот в данном случае получается то есть даже и вот в этих местах у нас все равно такой пересвет имеется но вот этот пересвет мы можем исправить если немножко потянем вот хайлайта то есть вот таким образом совсем чуть-чуть да у нас белый здесь он все равно немножечко уйдет поэтому как бы хотелось уже до подравнять то есть я вот эту нижнюю часть поставлен 05 вот так а верхнюю часть поставлю 07 то есть фактически мы пришли коэффициенту нашего скажем альбедо у нас белого ничего нет белый у нас не отражает то есть у нас получается этот коэффициент не может быть там высшего 8 то есть можно эту информацию найти в сети и очень много расписано по поводу альбедо уже достаточно но фактически мы должны избегать пересветов и в итоге у нас время рендера будет быстро и скажем но здесь остался наш 245 127 и 10 ну то есть мы вписываемся это у нас одна скажем hdr я ее отключу то есть пока оно здесь прочитает то есть нам будет черная картинка у нас мы возьмем теперь любую hdr которая имеется в наличии я возьму поставлю попал поставлю его в ноль и соответственно возьму текстуру она здесь есть три текстура возьму вот эту текстуру пока можно темную можно взять возьмем чуть посветлее идем в света то есть первую поставим вот эту берем ставим ее сфер то есть не не полу сфера сфера и у нас добавляется вот ground соответственно здесь еще нужно сделать вот таким образом то есть 2048 поставить ну что верой по умолчанию по счете поднимает до этой цифры значения поэтому ее лучше сюда поставить чтобы не делали лишнее скажем действия и вот эту карту hdr я вложу color correct и сниму насыщенность вообще в ноль то есть чтобы не было никаких оттенков что у нас цифры не плясали вот теперь у нас экспозиция была установлена на арту которая вот эта родная веревская пробуем сделать просчет то есть нам приблизительно надо понять с чем мы имеем дело то есть вот таким вот образом уже экспозицию видели я в данном случае переключусь на предпросчет интерактивной для того чтобы отравнять скажем угол падение света то есть в данном случае пока поставлю вот так и переходим внутрь нашей hdr-карты и соответственно ставим вот здесь предположим 30 и смотрим по теням то есть она начинает у нас изменяться то есть там 60 и смотрим когда у нас скажем источник света повернется к нам лицом в кавычках то есть можно все углы перебирать по факту можно то есть вот он повернулся вот мы видим куда идет тень соответственно я пока поставлю чуть больше то есть 180 поверну то есть у нас уже поворот вот производится и для этих теней то есть делаю 210 то есть я по 30 градусов с шагом и до то есть теперь у нас если поставим 240 у нас фактически солнце будет светить прямо на нашего вот то есть мы попали это прямое освещение поставлю 270 посмотрим что у нас здесь получится то есть вот они вот 270 то есть я например хочу чтобы тени были вот так и опять же чтобы вот эти карты не загораживались вот этим объектом то есть фактически останавливаем это выровняли нашу hdr по идем нашим настройкам то есть опять же тени у нас есть и у нас есть выделяем сервер выключаем предпросчет интерактив и делаем расчет смотрим какие у нас значения вот здесь то есть у нас 115 почти мы попадаем то есть мы можем немножечко вы подровнять я поставлю 640 и попробую еще раз делать то есть маленький регион свет отравнивать легко то есть по 31 значит можно где-то поставить над на 620 то есть по маленькому кусочку ориентироваться очень быстро легко и мы получаем исходство 28 мы получили проверяем еще раз мы здесь верху заказывали 245 внизу 10 то есть отключаем делаем полностью просчет то есть фактически мы в данный момент еще пока цифры не видим то есть пробуем 1 245 как и просили здесь ну здесь 130 28 то есть можно ориентироваться здесь 10 8 то есть 9 то есть погрешность будет в принципе вполне адекватно смотрим здесь у нас здесь 149 смотрим здесь у нас здесь 136 на фон 137 ну то есть почти скажем мы я вот эту часть отключу чтобы здесь ничего не было вот у нас наши три карты стоят теперь что это нам дает то есть для чего мы как бы это все делали это нам теперь дает правильную скажем правильный цвет на нашем объекте то есть что это значит если предположим создать новый материал я выберу теперь вот этот материал оверайт целый консцент object и применю вот этот generic то есть нажимаю apply и поставлю red предположим пускай будет вот таким вот образом и теперь идем я сделаю вот такую вот здесь хитрость маленькую то сделаю фалов спад и поставлю предположим например возьмем будем ориентироваться то есть здесь максимально 07 насыщенность 1 это по краям а внутри поставим 035 то есть максимально 80 минимальная 89 по красного каналу максимально 179 то есть 180 и 90 фактически и вот у нас вот такой вот материал то есть получается только единственное здесь конечно лучше сделать наоборот почему наоборот потому что темнее у нас должно быть по стороне то есть я вот это скопирую отсюда третяну здесь поставлю 179 сделаю наоборот чтобы у меня края были темные центр было светлее то есть таким вот образом вот мы получаем вот такой материал то есть теперь попробуем сделать просчет мы фактически его применили если не знаем применили или нет выделяю любую часть нажимаем на значок то есть если мы стоим здесь значит он материал применял возвращаемся сюда нажимаем и смотрим что у нас здесь получится то есть у нас фактически мы добились того что у нас яркость вот этого объекта яркость вот здесь совпадает ну может быть она чуть-чуть отличается здесь но как бы я все равно ориентируюсь по вот этим частям то есть по вот этой части и фактически мы можем посмотреть для этой части вот у нас 95 мы просили 89 то есть можно найти еще темнее какой то здесь 63 есть но можно ориентироваться по этой да и для этой части мы просили 100 то есть мы можем посмотреть максимально у нас здесь было 180 но у нас здесь чуть чуть больше на несколько пунктов но я считаю это нормально допустимо то есть как бы все-таки свет hdr к она не свет здесь нелинейный неравномерный фактически в hdr то есть он немножечко пляшет то здесь мы получили 248 245 здесь мы получили 128 здесь получили 10 то есть то что просили то и получили фактически и в этом случае красный материал получили то же самое дальше теперь у нас если мы поставим отражение на 250 555 то есть таким вот образом зайдем и поставить на 255 вот наше отражение то есть у нас вот это белая плашка 245 а вот это 255 на пробуем сделать просчет то есть у нас должны быть вылеты по факту то есть отсечка у нас должна быть и вот они вылеты у нас по нашему солнцу то есть вот здесь по всему остальному материалу нас вы этого не будет потому что мы в пределах скажем и у нас опять же яркость и цвет вот здесь на этой части и на самом рендере совпадают фактически то есть я вот это пока закрою то есть мы видим одинаковую картинку и видим ее одинаково даже по вот этим часам то есть белый мы видим хорошо серый видим хорошо и черный тоже видим хорошо вот она у нас отравнялась и вот наши пересветы пересвет у нас там где солнце то есть солнце плюс 255 вот эта часть попробуем поставить здесь не 255 а 245 то есть я поставлю 096 то есть на 10 пунктов меньше будут будут ли пересветы и попробуем опять же посчитать ну пускай просчет будет полный здесь как бы я не вижу никаких проблем в этом то есть у нас пока идет предпросмотр сцены движком и нам необходимо понять вот здесь в этом месте и вот в этом месте будут ли пересветы по факту то есть у нас экспозиция отключена и теперь дождемся ну можно сейчас сразу проверить как бы то есть мы включаем отметку то есть у нас пересветы меньше чуть-чуть стали то есть мы вот в этом случае получаем только чуть-чуть пересвет то есть в этом случае движку не надо напрягаться он считает все нормально и быстро считает то есть фактически картинку он считает довольно таки быстро ну пускай она даже простая но если мало очень таких мест соответственно движок считает быстро вот для чего вы здесь было 245 247 здесь было 10 для того чтобы фотошопе на пост обработке здесь не чисто белый цвет не чисто черный мы могли в кривой поднять белый скажем до белого то есть я вот таким вот образом здесь посмотрю 253 был 245 да и поднять еще скажем до 255 его 254 чтобы был белый и вот черный до опустить черный соответственно то есть если мы опустим черный опускается 4 3 2 1 поставим 1 вот он наш черный это дало нам огромный контраст то есть так как бы никто не ставит конечно но у нас вот контраст у нас от белого до черного возвращаемся вот сюда нашему градиенту от черного до белого то есть весь диапазон тонов то есть картинка полно контрастно соответственно возвращаемся сюда но это конечно контраст большой но единственное что здесь контраст идет в самой программе фотошопе немножечко контраст ну чуть-чуть по-другому делается там более аккуратно скажем и у нас в этом случае вылеты только вот здесь соответственно остальное все под скажем здесь серый немножечко просаживается зависимости еще как гнуть кривую то есть я вот это вот отключу то есть я вот такую картинку делал для того чтобы на постобработки потом ее до скажем дотянуть до вот этого состояния когда она будет от черного до белого в данный момент она сейчас вот такая если взять кривую вот эту точку спустить до 245 то есть 245 вот а вот эту точку поднять до 10 то есть не чисто черный не чисто белый а чуть-чуть то есть вот таким вот образом теперь смотрим то есть если я вот опускаю то есть у меня вот еще остается какой запас то есть я могу растягивать фотошопе то есть предположим зайти взять кривую и дальше ее то есть угнуть так как мне необходимо то есть еще больше добиться контраст то есть вот он контраст получился и весь контраст я стягиваю в средний диапазон то есть фактически у меня здесь контраст идет сейчас вот такой он как бы распределяется на всю картинку но если я делаю сообразную кривую то соответственно я контраст сгоняю больше вот к серединке то есть вот эту часть мы можем спокойно убрать уже и соответственно возвращаемся вот сюда то есть фактически у нас пересвета очень мало как пересветы вообще проверить берем рендер элемент который называется sample rate то есть у нас карта от синего до красного то есть синий вот где синий у нас это минимум наших сабдивов там где у нас красный то максимум и теперь посмотрим где у нас что происходит то есть делаем предпросчет и посмотрим как разделяются разделяются у нас на карте распределяются наши сабдивы то есть сэмплы лучи как распределяются лучи у нас изображение как считает и рей то есть вот он просчет уже начал делать соответственно мы можем теперь уже спокойно переходить на сэмпл рей то есть фактически у него вся карта синяя то есть он использует минимум единицу и в некоторых местах он использует даже не 18 то есть синий и красный между ними зеленый там где зеленый он использует 9 то есть я теперь вот это поставлю 12 то есть ставлю 12 делаю еще раз проще посмотрим как изменится в этом случае наша карта сэмпл она станет немножечко другой чуть-чуть то есть я максимальный порог сабдивов максимум снизил до 12 то есть на 6 сабдивов поставил меньше и теперь смотрим у нас начал проявляться цвет то есть уже в некоторых местах он использует красный то есть красный это 12 максимально в остальных еще используют зеленый то есть 6 значит соответственно скорость будет чуть чуть больше должна быть по идее больше но мы это можем посмотреть в истории то есть первую картинку мы делали 18 попробуем посмотреть что у нас здесь находится то есть 37 стала 36 то есть снижаем например до 8 то есть я вот в этом случае снижу до восьми здесь тоже снижу считаю вот этим образом то есть будет ли по времени меньше то есть все эти просчеты ну желательно конечно тестовые делать замерам времени приблизительным на этом тоже не стоит зацикливаться особенно единственно для себя какие-то варианты там приблизительные смотреть то есть вот мы увидели если мы снижаем к и максимальное количество сабдивов до 8 и снижаем шейдинг рейд разделение то у нас появляется уже зеленый почти в большем количестве скажем площади кадра то есть если раньше у нас был на каких-то отдельных объектах сейчас у нас и смотрим сейчас по времени 39 даже стало больше то есть нам желательно вот эти сабдивы поставить таким образом чтобы у нас вот этой зеленой мишуры вот этой вот шума вот этого не было то есть ну опять же вернем до 12 и если мы поставим предположим те же 12 то у нас вот этот расход вот этих зеленых то есть среднего значения сэмп сабдивов будет меньше то есть вот у нас он там вот чуть-чуть есть ну как бы желательно не от него избавиться фактически здесь в этом случае 18 вполне достаточно для того чтобы движок сглаживания прошелся по картинке и и все вот то есть вот избавился вот они чуть-чуть зеленоватые такие вот есть пятна места это не хорошо скажем то есть я опять же подниму до 36 и еще раз делаем предпросмотр предпросчет и посмотрим что у нас в итоге получится то есть это все делалось на стандартных настройках на обычных вопросов здесь у нас не возникло и сейчас после просчета посмотрим на следующий аж горки то есть мы взяли одну пока что и вот смотрим теперь у нас все синие и на некоторых местах у нас зеленый момент и на самых ярких у нас где пересвет его здесь у нас красные точки то есть получается синий минимальная зеленая это средний красный максимально то есть вот они и где максимальные должны быть то есть на местах гриков не по всей картинке а вот здесь только в этих местах то есть карта сэмпл у нас очень чистая и теперь смотрим возвращаемся сюда идем в наш дом light то есть мы делали если посмотреть настройки вот здесь то есть у нас экспозиция была 7 и 2 то есть это 1 15 8 и 620 берем вторую карту hdr то есть соответственно здесь единственное только желательно ее конечно вот возьмем эту темную ее желательно конечно отравнивать по вот этому интерактиву то есть смотреть куда тени я сделаю тени также то есть я пока включу интерактив и соответственно посмотрим куда у нас тени то есть у нас здесь даже и не видно куда это все светит поэтому скажем немножечко поднимем то есть я подниму в два раза то есть поставить 1200 здесь нас стало чуть-чуть светлей здесь непонятно оставим 2 400 еще два раза на то есть нам необходимо поймать солнце поставим 3 200 пока что это временно скажем и попробуем теперь покрутить нашу эту карту начнем с нуля то есть ну там вот у нас солнце есть вот она наше солнце соответственно нам куда то нужно двигаться попробуем 30 в одну сторону куда наше солнце пойдет то есть вот она перемещается вот мы уже начали видеть день соответственно поставим 90 попробуем посмотреть какие никуда это все то есть она перемещается вот она у нас переместилась и и не видно ставим 150 пока что то есть вот наша тень вот она появилась вот она наша тень она у нас есть мы отравнялись она наше солнце появилась мы отравнялись так как необходимо вот и теперь соответственно выключаем пока это все идем на вот эту часть на серую замечаем 60 то есть в данном случае поднимем до 6400 то есть следующий стоп то есть я вот эти все пока отключу расчета и смотрим что у нас здесь будет то есть ярче стал 75 мало то есть экспозиции мало ставим 12 800 следующий стоп смотрим что у нас здесь то есть 107 тоже мало можно следующий поставить 25 600 еще один стоп как бы у нас очень темная hdr к сама по себе смотрим 147 много снижаем поставим 22000 то есть вот таким вот образом смотрим только по серому нам остальное все не нужно то есть 137 138 поставим 21000 то есть ставим здесь проверяем 133 134 соответственно можем спокойно поставить 20000 то есть там 20000 проверяем еще раз то есть вот у нас ну 131 132 в принципе можем даже еще меньше поставить если поставить 19000 здесь как бы такое необходимо отравняться один раз и потом большие работу то есть по 29 ну то есть получается 18000 последнее значение ставим и я думаю этого хватит вполне даже вот переборщили то есть 18500 поставим и попробуем еще раз то есть там было 124 по идее должно быть где-то 127 128 ну да вот то есть попали здесь нас снимаем наш регион и пробуем посмотреть что у нас получится то есть мы уже видим скажем более приближенную картинку к сбалансированной экспозиции не к правильной здесь слова правильно вообще не учитывается она сбалансирована сбалансирована на нас чем во первых она сбалансирована здесь белым 245 244 243 здесь на 126 можно подровнять 127 здесь у нас 10 так и осталось при все отлично на фоне у нас там 132 так и есть и теперь сбалансирована она у нас опять же с чем то есть если мы берем red смотрим то есть на 2 аж дверки у нас изображение не отличается то есть вот этот цвет и вот этот фактически они скажем одинаковые в месте где ярче чуть-чуть здесь засвет но здесь солнце скажем здесь источник света то здесь какая-то карта на отражение стоит и один источник света который сделан линейный обычный вероевский по факту вот здесь у нас hdr канона разнобой по цвету немножко по яркости дает то есть мы получили вот такой вот вариант то есть здесь экспозиция сбалансирована посмотрим карту сэмплов то есть карта сэмплов тех местах вот если это переключаться посмотреть где только блики то есть она посчитается очень быстро то есть вот брик это выше чем 255 поэтому рендеру тяжело и ну тяжело по какому образу то есть вот здесь фактически он использует все 18 садила вот здесь вот этих местах где у нас красная на карте сэмпла вот здесь он использует по максимуму то есть вот эти места он просчитывает по максимуму где вот эти вот блики теперь можно попробовать скажем такой эксперимент на последок то есть уже на этом выпадка все закончено фактически то есть не стоит ставить чисто белый можно ставить и опять же посмотрим где у нас пересветы только чуть-чуть то есть у нас пересвет они занимаются область кадра фактически поэтому их легко очень устранить то есть мы можем вот здесь включить включить экспозицию немножко их подтянуть если это нам необходимо но если мы здесь будем подтягивать вот эти хайлайты то мы потеряем здесь серый то есть спустится белый здесь потеряем очень сильно и черный но черный остается а вот эти яркости теряем с хайлайтами тоже надо как бы аккуратнее все это делать то есть я в этом случае сделаю 085 попробую поставлю на просчет покажу еще одну штуку то есть посмотрим как у нас это у нас глянцевый объект был и посмотрим как он посчитает теперь немножечко размытый ну то есть 085 не сильно большое размытие вот как это все будет выглядеть на слегка матовых объектов скажем немного глянцевых она матовых то есть если мы на глянцевых получаем вот здесь жесткие моменты и движок считает очень долго ребята мы чуть-чуть теперь размыли смотрим здесь у нас остается 245 127 10 то есть мы в пределах нормы скажем по экспозиции и не движемся дальше то есть теперь смотрим что у нас по карте сэмпла то есть вот здесь у нас красных мест стало меньше если в прошлом случае у нас их было чуть больше то здесь у нас стало их чуть меньше чуть-чуть совсем немного но чуть-чуть стало меньше здесь этот блик немножко растянулся тоже так ну по времени скорее всего вот эта картинка будет просчитываться дольше то есть первая она считалась минуту и 9 секунд то здесь она будет считаться чуть чуть больше потому что здесь еще плюс размытие еще добавляются сэмплы и вот эти моменты они тоже как бы размытие тоже здесь играет большую роль при такой экспозиции и при таком размытии мы получаем такую ситуацию то есть ну да картинка будет считаться дольше она уже и так дольше считается но по большому счету наверно будет где-то минуты под две ну то есть вот здесь мы видим вылет уже то есть пересвет вот она там где была на солнце прошлый раз у нас он был не такой сейчас он размытый прошлый раз дочка другой формы другого вида но все остальное считается вполне быстро то есть как бы и у нас пересветов не так уж и много эта экспозиция у нас довольно высокая установлена то есть вот эта часть здесь чуть-чуть уменьшилась здесь чуть уменьшилась то есть немножечко по уменьшалась но по идее вот у нас слегка скажем матовый объект то есть вот он досчитался две минуты в два раза больше получилось и теперь я верну это все до 0 975 то есть глянцевый объект у нас идеальной глянцевости единицы не бывает поэтому 0 975 и вот здесь у нас есть такая штука которая называется автоэкспозиция вот то есть что он предлагает веры это как камере автоматические режимы то есть нажимаем автоэкспозицию и соответственно здесь попытаемся сделать просчет что у нас получится по нашим значениям то есть фактически у нас автоэкспозиция не справилась она нам дала очень большое количество пересветов она все отравняла к серому по факту и мы получаем вот такую ситуацию уже видим что ну немножечко не то то есть программа на автомате не справилась хуже результат дает плюс у нас вылетели все наши цвета смотрим в два раза больше яркость по черному 188 по серому на 60 скажем пунктов и по белому 255 выбитый и теперь если мы смотрим наш материал то здесь он очень яркий то есть автоэкспозиция не сработала фактически то есть то что предлагается ну здесь по сэмплом не будет никаких особых изменений но по факту мы получили вот такой вот ситуации у нас не похож материал вообще не похож то есть он я яркий очень я на этом немножечко как бы приостановлю вот эту часть то есть и сниму автоматическую экспозицию уберу то есть мы высчитали экспозицию сами и теперь такая ситуация у меня серый здесь 28 если я хочу картинку на один стоп ярче то есть на один стоп я могу спокойно вот в этом случае спуститься на если мне не хватает и словно здесь его хватит потому что здесь максимально очень огромное число могу на один стоп спустить то есть позицию поднять по факту если мы поставим 8 то у нас экспозиция вот такая то есть вот она правильная да но если мы хотим не средний серый а чуть чуть ярче изображение сделать но здесь на станет эти 6 то есть на на один стоп поднимем выше яркость изображения то есть у нас например красным не устраивает мы хотим чуть ярче с поднимаем на один стоп и получаем вот такую ситуацию в данном случае мы фактически получим такую же ситуацию как и автоматическая экспозиция но мы сдвинули яркости то есть мы сдвинули черный на 1 стоп вверх серый на 1 стоп вверх и белый тоже на 1 стоп он у нас уже пересвечен то есть вот этот белый уже пересвечен смотрим здесь то есть 177 как и при автоматической экспозиции здесь почти 20 как при автоматической экспозиции и соответственно у нас здесь вот яркость нашего объекта чуть-чуть ярче чем вот здесь на картинке то есть она по факту на одну ступень выше вот и в этом случае если она у нас на одну ступень выше мы можем то есть мы сделали картинку чуть ярче если мы не хотим этого делать то мы можем сделать наоборот то есть у нас отровненная было 8 а мы на один стоп поставим 11 то есть закроем диафрагму больше и в итоге получим картинку темнее то есть вот в этом случае пересветы у нас на один стоп ярче картинка стала то есть вот так вот она выглядит на я досчитывать не буду и остановлю и теперь мы посмотрим при диафрагме 11 то есть у нас должно все сместиться вниз если мы ставили на один стоп выше у нас все вот эти значения смещались вверх то сейчас у нас черный должен просесть серый должен стать темнее белый стать тоже темнее смотрим что в этом случае получается то есть то что и планировалось по факту то есть если мы знаем что мы делаем то в итоге мы можем уже не прибегать ко всяким автоматическим инструментом и вот это все по серой карте делается очень быстро то есть мы отравниваем только серую карту и дальше если нам нужно серую карту отравнять 128 и мы получим яркость картинки если мы хотим картинку выше то мы на 1 стоп отравниваем серый то есть если он у нас 128 да мы ставим плюс 1 стоп неважно по каким вот этим параметрам и получаем картинку светлее если ставим минус 1 стоп значит получим картинку темнее то есть все довольно и плюс при картинке темней скажем так вот объем у объекта стал больше и цвет больше то есть цвет стал более насыщенным и глубоким как говорят в кавычках то есть у него насыщенность стала больше белый мы потеряли вот до 188 хотя 245 серый мы потеряли 94 хотя 128 черным и два раза потеряли с 10 до 5 то есть фактически если мы поставим например здесь 16 то мы еще темнее картинку сделаем если нас станет темнее но вот она вот данный момент вот такая то есть я сейчас 16 поставлю самый можно экспорт можно и со уменьшать можно диафрагму можно выдержку здесь как то кому что подходит и ближе по душе скажем то есть теперь мы поставили 16 это на два стопа меньше и соответственно яркости у нас уйдут вниз еще темнее все будет и в итоге мы получим картинку темнее она будет ну скажем по цвету насыщенней но по яркости она будет темнее то есть белый у нас упал до 130 почти до серого дошел здесь у нас два раза серый упал до 64 и этот у нас упал до единицы фактически то есть еще два раза то есть вот такой вот вариант по поводу всех этих стопов и всех этих расчетов то есть я вернусь здесь до восьмерки и как бы в итоге мы получаем стандартную нашу картинку вот эту то есть здесь маленький пересвет он устраняется на пост обработке и вот у нас все выглядит так как должно быть то есть цвет у нас одинаковая яркость у нас 128 245 как и просили здесь 10 то есть вот такие вот рассуждения по поводу экспозиции и соответственно hdr-ки мы можем менять и под каждую hdr-ку настраивать очень быстро по серой карте потом просто слои отключаем серой картой главное чтобы на них источник света светил как и на объект чтобы вот была плоская потому что вот здесь увидеть тяжело здесь грани здесь скругление и очень тяжело и цвет переходит а на плоской картинке это все увидеть на плашке обычная очень легко то есть это как метод можно критиковать можно не критиковать но я предлагаю такой вариант и мы будем видеть истинный цвет объекта то есть вот он красный и вот он красный они практически одинаковые то есть вот такая ситуация у нас вот эти файлы в описании приложу все в архиве и соответственно на канале можно шейберболы видео найти и скачать по ссылке так что и Продолжение следует...